Я думаю, что, я считаю, что с точки зрения успешности, если мы будем оценивать по тому государству, на определенный промежуток времени, которым руководил тот или иной лидер, то я думаю, что успешнее того государства, которым руководил имам Шамиль, не было на Кавказе ни до него, ни после него, ни разу. Во время имамата мы были с точки зрения политической, экономической, мы были самыми, наверное, автономными за все вот это время нашего существования, мы не зависели тогда ни от России, ни от кого бы то ни было, ни оружием, ни продовольствием, ни лечением, ничем. У нас был свой тыл, у нас было производство своего оружия, у нас лили даже пушки на тот момент. Пушки, я уже не говорю там о ружьях и так далее. То есть в этом плане, конечно, имамат как государство и имам Шамиль как лидер этого государства, я думаю, это самый успешный промежуток для нас. Но не с точки зрения как бы военных и политических побед. Если смотреть с точки зрения военных и политических побед, то я думаю, что самой успешной, самой мощной политической именно победой, это вот мы сейчас говорим не о промежутке времени, когда было государство, был его лидер и вот оно существовало, а мы говорим о единовременной какой-то победе, достигнутой тем или иным лидером в том или ином государстве, то здесь, конечно, я думаю, самым успешным был Джохар, Джохар Дудаев. И здесь нельзя как бы его отдельно отделить от тех, кто был после него, то есть Ендербиев и Масхадов, они, Джохар это начал, Масхадов это закончил. И я сейчас, конечно, говорю про возглашение государства, вот это вот политическое, про возглашение суверенитета, да, это политическое событие, затем война, победа и мирный договор. То есть вот это вот все, то, что произошло буквально на протяжении там 5-6 лет, как этот скачок, как вот эта единовременная такая победа, именно политическая, это, ну и военная, разумеется, это было более успешнее, конечно, чем то, что происходило во времена имама Шамиля. То есть вы поняли, да, как я, разницу в том, что я говорю, то есть если мы возьмем промежуток времени, автономность, там, период, который мы прожили и так далее, здесь, конечно, имамат, и с этим ничто не сравнится. А если мы будем говорить о конкретной какой-то единовременной победе, то, ну, во время имама Шамиля не было никакой такой мощной политической победы, подписания какого-то договора, чтобы мы там посадили за стол переговоров Россию, заставили ее где-то что-то признать, уступить, такого не было, понимаете, во время имамата Шамиля. Но зато то, как мы жили, сколько мы тогда прожили, и как мы тогда жили, это, конечно, безусловно, было более успешно, чем то, что было в новейшей истории во времена независимости Чеченской республики Ичкерия. Да помилует их всех Всевышний Аллах, всех наших ушедших лидеров. Власти России до фонаря санкции Америки, от этого страдает только народ. Да здравствуют тупые люди, которые хотят потонуть в санкциях. Не, на самом деле, от антироссийских санкций вообще не страдает абсолютно народ. От антироссийских санкций страдает политическая элита России. Народ России страдает от ответных санкций, которые Россия вводит против Европейского Союза, когда Россия запрещает возить, допустим, продукты, уничтожает их там на границе. Отсюда и появился этот мем «Долбанем по Воронежу», когда вроде бы те вводят санкции, допустим, против каких-то олигархов, близких к Путину людей. То есть, они, допустим, например, Дилипаска, когда ввели против него санкции, это означало, что деньги Путина, бизнес Путина, он уже не сможет получать прибыль. В ответку они вводят санкции, значит, против каких-то европейских продуктов, соответственно, это российские граждане не получают эти продукты. Вы понимаете, когда Запад вводит санкции, он не вводит эти санкции против своих граждан, так как их граждане ничего не теряют от этих санкций, от того, что Дилипаска не сможет торговать, от этого не потеряет ничего американский гражданин там, немецкий, шведский, ничего от этого не теряет. А когда Путин вводит ответные санкции, значит, не запускать там колбасу, сыр, то эти продукты теряет российский гражданин. Поэтому это удар по Воронежу. Вообще это смешно, конечно, когда они говорят об ответных санкциях, не в том они положении, есть как бы развитые страны, допустим, возьмем, скажем, там, Мерседесы, BMW, Audi, ну, это я сейчас условно, конечно, взял, автомобильный бизнес. То есть мы берем немецкий автопром, там, шведский автопром, там, Volvo и так далее, чешский автопром, Skoda, не Skoda. Это то, что имеет спрос в этом мире. И это выглядит вот примерно так, когда Россия, значит, допустим, западные страны, говорят, запрещают ввозить к ним Lada Priora, приблизительно, которые и так здесь никому не нужны, их никто не покупает. И вот представьте, раз делают, допустим, санкции, говорят, все, не запускаем, значит, их сюда на продажу, экспорт, ну, импорт из России, значит, автовазовской продукции. А Россия в ответку, типа, отвечает тем, что, ага, мы запрещаем, значит, весь европейский автопром, там, и американский. По кому это ударит? Конечно, по российскому гражданину, который не сможет купить себе BMW, Mercedes, Audi, там, Skoda, Ford и так далее, а вынужден будет ездить на этой Lada Priora или Granite. Приблизительно так же это выглядит, когда они делают ответные санкции и запрещают ввозить там сыр, колбасу и, там, я не знаю, яблоки, груши. Короче, бред. Тамса, ас-салам алейкум, ты не знаешь, после того, как Россия подорвала на концерте Кадырова-старшего, кто был после него наместником Чечни, после его кончины. Кадырова-младшего не было же в разработке. Алейкум ас-салам. После того, как взорвали на стадионе Кадырова-старшего, затем исполняющим обязанности президента был назначен премьер-министр на тот момент. Это был Сергей, по-моему, его звали Абрамов. С именем, может быть, я ошибусь, но фамилия у него была точно Абрамов. Он взял на себя исполнение президентских обязанностей, а Рамзан Кадыров на тот момент был вице-премьером. Затем были проведены выборы, я сейчас не помню, в каком году их провели, и президентом был избран Алу Алханов, который при Ахмате Кадырове занимал должность министра внутренних дел. И вот в 2007, по-моему, году проводятся очередные, кажется, или назначение тогда было, или я не помню, как это вообще выглядело. В общем, они дождались, пока исполнилось Кадырову 30 лет, и как только ему исполнилось 30 лет, президентом стал... На тот момент еще была эта должность президента, она еще была не глава, эта должность имеется в виду. И, значит, Кадыров, Рамзан Кадыров становится президентом. Через некоторое время должность президента, название этой должности меняют на, значит, главу республики, руководителя региона типа. Это, кстати, тоже было предложение оккупированной Чечни. И затем во всех республиках было также изменено название, и там вместо президентов стали главы регионов. Субтитры создавал DimaTorzok